Динамо Молодечная и Гродненского Немана Руслана Салея По итогу встречи хоккеисты Неманов в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Беларуси, обыграв соперника со счетом 4-2 Решающий поединок в спортивно-развлекательном центре Молодечном начался в 19.00, однако болельщиков можно было встретить на несколько часов раньше Подопечные Юрия Файкова получили право проведения финального матча на своей площадке благодаря успешному выступлению на предварительной стадии турнира Клуб занял первое место в турнирной таблице Действующий чемпион экстралиги Неман вышел в финал, выдержав конкуренцию со стороны Минской юности и Солигорского шахтера Эти три команды набрали по 14 очков, но по дополнительным показателям Гродненцы опередили соперников Решающая игра выдалась интересной и богатой на события На высоких скоростях и духом настоящего соперничества обе команды вступили в игру Спустя 10 минут хозяева площадки открыли счет Автором шайбы стал Станислав Кучкин После бодрящей пощечины от хозяев Гродненский Неман намного увереннее провел второй период Шайба впервые побывала в воротах динамовцев после активных действий нападающего гостей Романа Малиновского Но видеооператор эпизода убедил арбитра в нарушении правил у хоккеиста Немана Подопечные Сергея Пушкова продолжали атаковать В итоге Гродненцы дважды реализовали большинство Автором первой шайбы стал Роман Шуба Спустя несколько минут Михаил Харамандо в плотной борьбе у ворот соперников удвоил результат После отдыха форвард хозяев Сергей Богалейша мощным броском от борта сделал счет равным 2-2 В середине третьего периода Динамо Молодечно получила шанс сыграть в большинстве Но несогласованные действия в защите привели к острой атаке Гродненца в меньшинстве Свой шанс вывести Неман вперед не упустил Александр Малявка Вовремя сыграв на добивание шайбы на пятачке Четвертую шайбу в ворота Молодечницев забросил Антон Елисеенко Динамовцы не опускали руки даже после четвертой пропущенной шайбы И все же Неман не уступил В прошлом сезоне обладателем почетного трофея становился Гомель Гродненский Неман ранее побеждал в Кубке Беларуси по хоккею в 2014 и 2016 годах Команду Сергея Пушкова в наступающем хоккейном сезоне ждет и старт в Лиге чемпионов Уже 31 августа гродненцы примут на своей площадке Чешскую комету Церемония награждения триумфаторов Кубка предшествовала чествованию героев прошлого национального чемпионата Таковых в составе Немана оказалось сразу трое Лучшим голкипером был признан Виталий Трус, защитником Андрей Коршунов А самым ценным игроком плей-офф стал Артем Кислый Призы стали приятным бонусом для новоиспеченных обладателей Кубка Гродненская бегунья Ольга Мазуренок одержала свою первую победу в топ-турнире Опередив своих соперниц на чемпионате Европы в Берлине Время победительницы 2 часа 26 минут 22 секунды Сегодня в выпуске мы пообщаемся с Ольгой и перенесемся в Берлин, чтобы еще раз вспомнить триумфальный забег Хочу всем выразить огромную благодарность за поддержку Ну, да, действительно, уже все, так скажем, страсти поутихли И действительно можно сделать какой-то вывод Конечно же, я для себя расцениваю этот старт как удачный Несмотря на то, что были некоторые, возможно, нюансы Но золото чемпионата Европы, в принципе, что можно было больше еще желать Самое поразительное заключается в том, что никакого ужаса с Мазуренок не случилось Хотя со стороны все казалось иначе Кровь хлынула износом и Ольга, как она сказала сама, буквально ей умылась Но для нее это пусть к сожалению, но достаточно регулярная практика Кровавый забег начался на 10-м километре дистанции Абсолютно нет, потому что, ну, я думаю, что износа крови у каждого человека в жизни шла И поэтому, ну, конечно, плохо, что это все произошло по ходу дистанции Вот, но какой-то опасности или что-то такого ужасного для меня не представляло Это носовое кровотечение, за исключением того, что это все выглядело достаточно ужасающе По поводу сойти и не завершить дистанцию у меня вообще абсолютно не было никакой мысли Единственное, что, конечно, я была готова хорошо Была проделана вся достаточно хорошо подготовка И все сложилось именно так, как я задумывала Хотя это, конечно, в большом спорте редко, к сожалению, так получается Благоприятная для бегунов температура воздуха начинается от 10 до 15 градусов по Цельсию Но в тот день столбик термометра был на отметке 30 Ольге пришлось очень нелегко Мысленно думала, что иначе разложится вся дистанция То есть думала сразу убегать, не сразу убегать И в конечном итоге получилась настолько высокая борьба, что я начала переживать именно от того, что я не могу убежать И меня уже в конце начал, да, действительно охватывать некоторый ужас В том, что как бы мне вообще без медали не остаться Вот только меня пугала лишь эта ситуация, а все остальное проходило мимо В этот момент Гродненко вспомнила про медицинскую службу Которая вправе снять бегуна с дистанции, если его жизнь не угрожает опасность К счастью, ничего подобного не произошло Также Ольга рассказала, что подготовка к этому марафону отличалась от предыдущих В этом году было с моей стороны такое некоторое новшество Я ввела в свою подготовку, я попробовала готовиться в условиях высокогорья То есть обычный мой Кисловодск, это среднегорья Такой весь вариант просто пробированный С детства я там готовилась Но в этом году я попробовала действительно большие горы Там высота 2500 над уровнем моря Я не очень люблю высоту, мне очень тяжело всегда там И после как-то я не понимаю, есть ли смысл там так страдать Если каких-то не было особенностей Ну, каких-то особенных всплесков таких больших Но я вам скажу, что все-таки я сделала вывод, что да Для выносливости высокогорья все-таки нужно Потому что да, очень сложная там подготовка И морально, и физически очень тяжело И когда я спустилась, я с гор тоже не было никаких там абсолютно рекордов Но дальше по ходу года я поняла, что все-таки нужно это включать в подготовку И поэтому буду готовиться там Хочу очень поблагодарить все спортивное руководство Гродненской области За то, что дали мне возможность выступать за Гродненскую область Я очень ощущаю поддержку Не просто моральную, хотя она очень важна для спортсмена Также и материальную поддержку В общем, там просто замечательный штат сотрудников Которые просто всем-всем-всем помогают И всегда после каждого соревнования Даже для меня иногда кажется там не особо значенным Всегда звонят, поздравляют И на самом деле вот это внимание, это дорогого стоит Потому что хорошо победы, хорошо этот спорт Но без внимания, без поддержки оно некоторый смысл теряет Вот, поэтому огромное всем спасибо, всем привет Буду рада увидеться со всеми на Минском полумарафоне Здоровья и всего самого наилучшего Белорусские женщины во второй раз участвовали в розыгрыше Кубка Европы Первый был в 98-м году Они были четвертыми, а спустя 20 лет праздновали победу Благодаря сильным индивидуальным выступлениям Ольги Мазуренок, Марины Даманцевич и Анастасии Ивановой Команда Белоруссии опередила ближайших конкурентов из Италии на 11 минут И показала лучший результат в истории турнира 7 часов 21 минута 54 секунды Неман в привычной манере переиграл торпеда под занавес матча Гродницы лишь в конце поединка склонили чашу весов в свою пользу Одержав победу с минимальным счетом 1-0 Перед игрой отрыв турнирной таблицы между командами составил 14 баллов Вопрос, когда же Неман прервет череду матчей без побед, оставался открытым Напряжение нарастало, обе команды понимали Сегодня будет настоящая борьба В начале первого тайма гродницы уверенно владели мечом Но без результата на табло Угрозы рождались чаще после розыгрышей стандартов В конце первого тайма Неман вовсе прижал гостей Однако распечатать ворота соперников пока не удавалось Во втором тайме тренерский штаб усилил нападение На пуле появился Николай Януш На 48-й минуте реакция вратаря спасла гостей от верного гола После навеса со штрафного Неман продолжал давить Однако моменты, где желто-зеленые реально могли изменить счет Оканчивались провалом У гостей в активе не было ни одного удара по воротам Неман атаковал постоянно Дожать соперника удалось на 75-й минуте Валерий Жуковский смог результативно отреагировать И завершить комбинацию Счет 1-0 До конца поединка цифры не изменились Неман одержал первую за два месяца победу Это пять проведенных матчей В активе Гродницев уже 29 баллов Команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Следующий матч Неман проведет на выезде 2 сентября наша команда встретится с Минским Динамо Ближайшая домашняя игра пройдет 16 сентября В этот день Гродницы примут Ислач из Минского района Пару секунд назад рефери дал старт поединку Боксеры готовились к нему несколько месяцев Впереди три раунда по три минуты Цель участников турнира это 15-летние подростки показать все на что они способны Награда того стоит В конце сентября в начале октября в России в городе Анапе состоится первенство Европы среди юниоров Именно первенство среди юниоров Республики Беларусь проходит в городе Гродно С 21 по 25 августа И здесь мы увидим лучших боксеров нашей республики Это отборочный первенство Которое будет отбираться Сборная команда Беларуси Которая будет участвовать в первенстве Европы В легкоатлетическом манеже центрального Спортивного комплекса Неман На пять дней разместился боксерский ринг В него вышли 152 Боксера 2002-2003 Годов рождения Виталий Старинский боксирует уже два года Представляет Гомельскую область И готов в весовой категории 57 кг Взять свое Его визави из той же области Иван Матюшкин Готов противопоставить ему свое видение на этот бой Спустя несколько минут становится понятно Более уверенную работу в стойке показывает Виталий На соревнования, которые являются Отборочным этапом к предстоящему в сентябре Первенству Европы в Анапе Прибыли дружины из всех регионов Беларуси В составе Гродненской команды Выступает 11 юных боксеров Судейство обеспечивает коллеги Из 27 арбитров Поединок с участием гродненского боксера В синем углу ринга И спортсменам из Бреста в красном Начинается на высоких скоростях Оба соперника осторожничают в первом раунде Работают на дистанции И ждут момента нанести точный удар После каждой ударной трехминутки Спортсменам предстоит быть готовым к смене тактики Совершенствовать себя нужно здесь и сейчас А также не терять самообладание И слушать тренера Юноши обмениваются Примерно одинаковым количеством ударов Выделить фаворита пока сложно Уступать никто не намерен Тренер Алексей Волчанов Старается вложить в 60 секунд перерыва Максимальное количество информации Его подопечному Андрею Маслову Осталось провести последний раунд Который может изменить все Наставления тренера пошли на пользу Андрею Он наносит серию прямых ударов Ефиму Манько Сил остается все меньше Боксеры сокращают дистанцию и входят в клинчи Время на исходе Момент истины Через пару секунд определится победитель Тренер дал установку Работать Я ее пытался выполнять Все решил третий раунд Я поднажал в третьем раунде Дал темп и вот и выиграл А какая была установка? Установка Больше на ножках, я больше финтов Каким бы ни было решение судей Проигравших в этом бою нет Ефим получил победу, к которой так стремился А Андрей – ценный опыт и железную мотивацию Почему ты должен попасть туда? Потому что это моя мечта, я хочу Я для этого работаю каждый день в зале Чтобы попасть на чемпионат Европы Я расстроен, потому что бой не проиграл так точно Больше ударов наносил, точнее был Я не понимаю, куда смотрят судьи Но раз так порешали, то Значит, судьба, надо выигрывать так, чтобы не было вопросов Когда считают, когда сидят на полу Тогда никто уже не сможет ни засудить, ни что сделать Поэтому будем трудиться дальше Только начало их на пути, я думаю, что все будет хорошо Среди спортсменов, представляющих Гродненскую область Лучших результатов достигли Артур Тиханович – первое место в весовой категории до 63 кг Глеб Грещик в категории 80 плюс стал вторым Среди спортсменов в категории до 54 кг Тройку лидеров замкнул Максим Круповский Все три Гродненца представляют Гродненскую из Дюшор профсоюзов единоборств Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok